Валерий Золотухин Валерий Золотухин Кроме всего того, что я уже сказал, мне особенно приятно, что когда я приезжаю сюда в Челябинск, и у нас будет сегодня пресс-конференция, в том числе будут всякие СМИ подконтрольные губернатору, власти. И именно здесь я могу легко сказать, но я же вам говорил, потому что против вашего замечательного губернатора Юревича, читали, наверное, мои посты? Мы несколько лет доказывали, что парень вовлечен в коррупцию. И все эти годы Единая Россия ваша местная, Кремль и все остальные говорили прекрасный, кристально честный губернатор. Все у него хорошо, это ты, Навальный, пишешь про него заказные посты. Прошло несколько лет, и что? Я не знаю, они сейчас поймали его на реальной коррупции или хотят отнять у него макаронную фабрику? Но все, что мы говорили, оно казалось правдой. И именно поэтому я считаю, что мы, я, все, мы... Походите ближе, кстати говоря. Походите. Да, вот. Спасибо большое. Заодно поймайте меня, если я упаду. Это такое было. Это говорит о том, что мы имеем право вести здесь избирательную кампанию, потому что мы лучше этой власти и лучше Кремля понимаем, какие губернаторы хороши, а какие плохи. Потому что мы правы, когда мы говорили о том, что нужно выгнать человека, который купил себе вертолет за сколько там, за 600 миллионов рублей, тогда его нужно было выгонять. И не было бы той коррупции, которую он совершил по правде, или сейчас это выдумали позже. То есть мы правы, они нет. И это одна из важнейших вещей про избирательную кампанию, между прочим, избирательную кампанию чью? Это бальзам на душу. На первой встрече говорили, твою, Навальный, твою, Навальный. Это не моя избирательная кампания. Это наша общая избирательная кампания. Избирательная кампания людей, которые, ну вот, увидели за 17 лет, что-то этого режима подошел просто к логическому краку. У них не получилось ничего. Они рассказывали, убеждали нас, что нужно отнять все деньги из регионов, забрать в Москву, из Москвы распределять, потому что так будет лучше. Потому что это предотвратит сифаратизм региональный. Ну получилось это или нет? Стало лучше? Да нет, регионы просто обнищали. И даже продвинутые индустриальные регионы типа Челябинска. Даже здесь зарплата просто крохотная. Это мое любимое упражнение. Я его в каждом регионе, в каждом регионе задаю этот вопрос и здесь задам. Разошел на сайт Росстата перед тем, как ехать сюда. Вижу, что Росстат, государство России, заявляет, что средняя зарплата в городе Челябинске 33 тысячи рублей. Как вот, дайте, может, мем такой человек широко раскрытыми глазами, вот я вижу. Вы несколько... Это похоже на правду или нет? Нет. Знаете ли вы людей, которые получают меньше 33? Поднимите руку, кто знает. Знаете ли вы людей, которые получают меньше 25? Знаете ли вы людей, которые получают меньше 20? Ну, я не буду спрашивать, какие у вас зарплаты. Спасибо большое. Но на самом деле, ну, мы смеемся, и чаще всего действительно, когда я спрашиваю, это такой веселый момент встречи. Но по сути ведь это оскорбительно. Это означает, что государство потерпело крах. Это означает, что уже ничего эта власть не может сделать нормального. Ну, смотрите, 17 лет продали нефть и газы на 3,5 триллиона рублей. За эти деньги можно было построить новую страну, новую промышленность. При цене 120 долларов за баррель нефти, что они могли сделать, чтобы в крупнейшем промышленном городе, в котором все гордятся, которые весь утыкнут трубами и заводами, где, значит, хотят какие-то новые блоки строить, люди получают по 20 тысяч? Можно ли жить на 20 тысяч? А какая у вас коммуналка в среднем, скажите мне? 7. 7, 8. В короте есть меньше 5? 8. Ну, вот и простая математика. Я эту математику знаю, я не понимаю, почему ее не знают в Кремле. Если 20 тысяч зарплата, а коммуналка 8, этот человек не может жить вообще нормально. Поэтому, когда мне спрашивают, а вы удивлены, что много молодежи пришло на митинг 26 числа? А что мне удивляться-то? Ну, я знаю, я представляю себе молодежь, студента. Вот он закончил вуз. Ему 22 года. Ему 25 лет. Он женился, вышел замуж. Он может купить себе квартиру в кредит? Ипотеку в России возможно выплачивать? Он может хотя бы раз в год куда-то ездить отдыхать на эти деньги? Нет. Даже в Крым, даже в Сочи невозможно поехать на эти деньги. У нас люди покупают обувь в кредит, одежду в кредит. К сожалению, эта власть, она построила страну нищеты. И я понимаю, почему люди выходят на митинг. Потому что они сейчас по 20, 19, не знаю, 25 лет. Они фактически выросли и жили при Путине. Они видят, что их родители никогда не жили богато. И они осознают, что и они никогда не могут жить не просто богато, но даже и достойно. И я, если честно, не вижу ни одной причины, почему в России люди живут так бедно. Но я не вижу ни одной причины, почему в центре Челябинска я сейчас ехал. Такие дороги. Ну, ё-моё! Проблема качества дорог решена уже 50 лет во всех более-менее развитых странах. Сейчас эта проблема решена в Восточной Европе, Западной Европе, в Латинской Америке, в Африке, в большинстве стран. Там не существует таких разбитых дорог в центре городов. Почему в России так? Откаты. Правильно, коррупция. Одна из главных вещей. Путин и вся эта власть, которую он создал. Они использовали коррупцию как основной механизм строительства системы. Они думали, что мы позволим чиновникам обогащаться, зарабатываясь там миллиарды. Ну, а за это чиновники будут хорошо работать. Сработала эта схема? Нет. И мне очевидно, что она не сработала и никогда уже не будет работать. Поэтому я и веду свою избирательную компанию, нашу избирательную компанию вместе, потому что мы уже просто имеем все доказательства того, что система зашла в тупик. Что человек не может в России наслаждаться просто элементарными достижениями цивилизации, которыми наслаждаются в гораздо менее развитых странах. Если Аргентина, гораздо более бедная страна, у которой нет ни нефти, ни газа в таком количестве, платит минимальную зарплату 500 долларов, почему мы в России-то здесь платим минимальную зарплату 6 тысяч рублей? Я после этой встречи поеду на митинг против ГОКа. Кстати говоря, кто против ГОКа? Кто за? Значит, я зря я еду на этот митинг. И я читал, значит, ну я прочитал, что говорят те люди, которые выступают за ГОК, ну, собственники этой русской медной компании, что мы, значит, построим, мы сделаем, везде там много налогов в бюджет, мы вытащим из земли эту руду, и все будет прекрасно. Но только извините меня, мы же знаем, как живут все остальные города в России, где есть ГОКи. Где-то там есть счастье. Кто-то там есть богатый. Ну я просто взял, и вот следующее мое упражнение было сегодня утром. Я просто вбил русская медная компания, ГОК, вакансия. И посмотрел, сколько они платят зарплату. 20 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Понимаете? Они нам могут гарантировать только нищету, даже когда они предлагают сырьевой проект, который якобы что-то принесет. На самом деле он не принесет ничего, кроме дополнительных заболеваний и нищенские зарплаты, которые они там платят. При этом все это, конечно, принадлежит компаниям с британских и вергинских островов. Вот такая, знаете, вообще интересная штука про российскую экономику. Если завтра правительство Республики Кипр национализирует офшорные компании, выяснится, что вся Россия принадлежит Кипру. Потому что здесь нет ни одного, сколько-нибудь крупного бизнеса, который зарегистрирован в России. Ничего нет. Все офшорные компании, все Кипр, все британские и вергинские острова. Я иду с простой вещью на эти выборы. Ребята, давайте вернем налогоплательщиков обратно сюда, в Россию. Но это разве странное предложение? Вы с этим согласны? 90% страны с этим согласны. Но эта власть 17 лет говорит, нет, это помешает. Помешает чему? Алишер Усманову помешает, мне нет, вам тоже не помешает. Зарплата минимальная в 25 тысяч рублей, она помешает кому? Если минимальная зарплата установлена в Германии, в Великобритании, в США, во всех капиталистических странах. И мне Кремль и правительство говорят, это у тебя социалистическая инициатива. Да почему она социалистическая? Это она во всех самых главных капиталистических странах работает. И в России она будет работать. И не может человек жить на зарплату меньше 25 тысяч рублей. Это главное. А все остальное это ерунда. Закон о борьбе с незаконным обогащением. Ну, он лежит на поверхности. Его все поддерживают. И когда губернатор или министр имеет дачу за 20 миллионов рублей, а легальный доход в миллион рублей. Но мы должны задать ему вопрос. Я этот вопрос задаю. Мы должны его привлечь к уголовной ответственности, если он не может ответить. Должны. Я их привлеку к уголовной ответственности. Вот я вам обещаю, что когда мы победим, я пересажаю всех тех людей, которые не могут объяснить источник своего богатства. Потому что только так мы сможем сделать, чтобы элита работала нормально. Перед тем, как перейти к ответу на вопрос, скажу самую важную часть. Вы, наверное, ее много раз слышали, если смотрели трансляцию, но тем не менее. Потому что на каждой встрече мне обязательно задают вопрос. Все ты правильно говоришь. Все твои идеи поддерживают большинство. Но выиграть-то невозможно. Ну скажи по-честному. Ну по-честному так, типа. Скажи. Ты же не веришь, что можно выиграть. Ты же не веришь, что можно сменить власть в России. Вот я вам хочу сразу ответить на этот вопрос. Максимально честно и искренне. Я верю. И я призываю вас верить. Просто потому, что здесь собралось 300 человек. А скажите мне, пожалуйста, Единая Россия проведет встречу с волонтерами. Сколько народу придет? 200 человек. Сколько заплатят. Сколько заплатят. А если не заплатят? Ноль туда придет. Поэтому, несмотря на все эти там 86%, 84%, у них нет ничего. Нету даже пару сотни людей во всей стране, которые поддерживают бесплатно. А если бы были бы такие люди, не нужно было им сгонять на митинги людей. Они же даже траурные митинги, посвященные жертвам терактов, они сгоняют туда людей. Ну что за бессовестная эта власть? А мы с вами И есть здесь самая большая организованная политическая сила в стране. Я говорю без всякой иронии. Здесь был митинг 26-го числа. Да. Сколько народу было? Нет, 3 тысячи. 2-3. Я слышу 7, 5, 2-3. Давайте возьмем минимальную оценку. 2-3. Это был санкционированный или нет? Нет. Если на несанкционированный митинг пришло 2-3 тысячи человек, это значит, что поддерживают их несколько десятков тысяч. И про этот митинг же никто не знал. Его запрещали, всех пугали, тем не менее люди пришли. Может ли Единая Россия, Путин, НОТ, я не знаю, Коммунисты, Справедливая Россия провести митинг на 2-3 тысяча человек? За деньги могут. Бесплатно не могут. Поэтому мы и есть та самая главная политическая сила, которая все может переменить. Люди придут к нам, проголосуют за нас, когда мы вообще расскажем, что есть наша избирательная компания. Потому что ну это же не мы такие самые умные, мы просто самые активные. А так все видят, что реальные доходы населения падают. Все видят этот тупик. Все видят эту нищету. Поэтому нужно просто идти к людям, их убеждать. Мы проводили фокус-группы, завершая уже, трехожу к вопросам. На фокус-группах спрашивали, откуда получаете информацию о политике? Как вообще вы решаете, за кого голосовать? Как вы думаете, какие были ответы? У меня есть один друг. Ты смотришь трансляции. Я часто об этом говорю. Значит, говорили про телевидение, говорили про газеты, говорили про радио, но самый популярный ответ звучит так. У наклейки. и так далее. Самый популярный ответ звучит так. У меня есть один друг, он мне все рассказывает про политику. Вот нужно стать таким другом. Вы не поверите, как легко убеждать людей, если начать их убеждать. Потому что, ну, пустота же, вакуум. Ну, телевизор говорит, человек смотрит телевизор, смотрит, смотрит, но когда к нему подходит настоящий живой человек и рассказывает о том, о чем он говорит, вы его переубедите. Он, конечно, вам миллион раз скажет про то, что изменить нельзя, плеть и обуха не переживешь. И все вот эти вещи он скажет, но все равно он проголосует, скорее всего, так как вы ему рекомендуете. Мы страшная и прекрасная сила, мы обязательно победим, просто потому что мы правы. Спасибо большое. Готовы отвечать.